Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресный день, вторая неделя Великого Поста, и сегодня за богослужением совершается литургия святителя Василия Великого, и, конечно же, читаются отрывки из новозаветных книг Библии. И мы читаем сегодня с вами отрывок из послания святого апостола Павла к евреям, и Церковь предлагает нам сегодня прочитать конец первой главы и начало второй. Первая глава — это стихи с 10 до конца главы, и вторая глава — это первые три стиха. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «И в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обетшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лето Твои не кончится». Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев от оликом спасения, и которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Итак, дорогие братья и сестры, вторая неделя Великого Поста, воскресный день, мы читаем с вами послание к евреям, святого апостола Павла. Конец первой главы. Для автора послания к евреям очень важно показать превосходство Агнца. Помните, мы читали с вами буквально в пятницу про Агнца, сидящего, вернее, стоящего на престоле, рядом с сидящим, рядом с Богом Отцом на престоле славы, и Агнца выше всех творений. Мы видим, как в книге Апокалипсис поклоняются все сидящим на престоле и Агнцу, Богу Отцу и Сыну. Соответственно, важно показать, что Господь Иисус Христос – это не высшее творение, а это есть Творец, да, это есть второе лицо Святой Троицы, это Бог. И приводятся примеры из цитат из Ветхого Завета, из Псалтири, 10-11 стих, да, «Они погибнут, а ты пребываешь, и все обетчают, как риза». Это и Псалом 44, это и книга Исаия 34, глава 4 стих, то есть это ветхозаветные тексты, указывающие на мессианское достоинство выше ангельского. «Ты, Господь, основал землю, небеса дела рук твоих, они погибнут, а ты пребываешь, и все обетчают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лето твое не кончится». Итак, говорится о том, что Бог вечен, Бог — это абсолютная величина, да, мы с вами бытие, да, если говорить философскими такими богословскими категориями, мы с вами являемся бытием, и Бог есть бытие, но между нами некая пропасть лежит, потому что качество нашего бытия, оно абсолютно разное. Бог — это бытие абсолютное, а мы с вами — это бытие условное, да. Категория условного бытия обозначается тем, что бытие условное — это такое бытие, которое причина своего существования имеет в ком-то другом. Эту мысль пояснять, я думаю, не надо. Мы с вами, каждый из нас имеет первопричину своего бытия в своих родителях и так далее. И вообще все мироздание, мы можем, так сказать, увидеть вот эту цепочку условностей, продолжающихся, продолжающихся условностей. То есть мы конечны, как и мир конечен. Вечен только Бог. И Бог в этом смысле является источником всего бытия, поэтому он бытие абсолютное. И вот здесь, например, священных ветхозаветных текстов автор показывает нам вот эту истину. Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». «Восидение одесную престола славы», «Сидение одесную Бога» — это значит, что честь, которая будет воздаваться Богу, будет воздаваться и тому, кто сидит с ним рядом. Об этом очень красноречиво, и слава Богу, что мы решили читать апокалипсис великим постом, как раз-таки показывается вот эта параллельность. Мы видим откровение Иоанна Богослова, где на престоле сидит сидящий, то есть Бог, тот, кого видел пророк Исаия, пророк Иезекииля в своих видениях, и агнец рядом с ним. И агнцу, и сидящему на престоле воздается равное поклонение. И здесь мы видим, что то же самое, кому, когда из ангелов, Псалом 109, первый стих, Бог сказал, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Не все ли они, суть, служебные духи, послаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Они служебные духи, которые посылаются для кого? Для нас, которые должны стать наследниками спасения. Во второй главе мы читаем, «Почему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть?» Итак, это слышанное от ангелов, но переданное людям, спасаемым, для кого и было Боговоплощение, для кого, ради кого и умирал Господь Иисус Христос на кресте и воскрес третий день. Поэтому мы должны быть вдвойне ответственны, что это не просто слышание, это не просто слышание сидения на престоле, это слышание того, что говорит нам Бог своим спасением. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние...» Итак, здесь говорится о том, что в Ветхом Завете были ангелы, которые возвещали некие правила, некое откровение между человеком и Богом, эти отношения. «Если тогда через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознерадив от оликом спасения?» То есть в Ветхом Завете ангелы возвещали спасение роду человеческому. Постепенно было поэтапное откровение через пророков и так далее. Но если даже тогда, когда только лишь ангелами было возвещено откровение Божие, сейчас Бог говорит нам в Сыне Своем. Как мы читаем в первой главе, вспомним первые стихи. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Итак, если то, что было возвещено ангелами, преступление этого наказывалось, получало праведное воздаяние, а сейчас Бог говорит нам через Своего Сына, то как мы избежим наказания, вознерадив от оликом спасения, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. В нас утверждается все через апостольскую проповедь. Потому мы и молимся, и прославляем в своем символе вере Церковь, как Церковь, прежде всего, апостольскую. Где хранится предание, переданное всей полноте церковного народа, через апостолов, в слове, через предание. Мы его храним бережно в своем богослужении, в своих текстах, в Священном Писании, в своих традициях. Соответственно, если мы не будем родить об этом, если мы не будем стремиться исполнять все это, то как мы избежим наказания, если его не избежали те, кто слышал не от апостолов, не от Господа возвещенное слово, а от ангелов. А Господь выше ангелов. Поэтому сегодняшний отрывок строго предупреждает нас об ответственности. И мы знаем закон, мы знаем закон спасения, закон божественной любви. Поэтому нам нужно взять себя в руки и следовать за Христом во все дни нашей жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, наберемся терпения, будем молиться и просить у Господа даровать нам благодать спасения. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес.